Товарищ Фарион продолжает свои провокации в отношении русскоязычного населения Украины, чтобы таким образом снова порадовать кремлевскую пропаганду. Можно было бы не обращать внимания на эту экскоммунистическую шушеру, а напомню, что с 87 по 89 годы прошлого века эта дама связывала свою жизнь с коммунистической партией Советского Союза. И вместо того, чтобы покаяться, это как она себя называла когда-то Орлица, быстро перестроилась и стала щирой украинкой. Хотя желательно было бы сначала сказать, да, была я тогда дерьмом, но подумала, переосмыслила свое поведение. Простите меня, больше не буду. Никто этого от Орлицы не услышал, и поэтому, по-видимому, тот статус, о котором я уже сказал, у нее так и сохранился. Да, собственно, в каждой властной дырке таких еще немало. Бывших активистов комсомола, молодых коммунистов, регионалов новейшего времени и так далее. Но я сейчас не об этом, а о том маленьком фактике, в которой трогательным образом связывает эту самую товарищ Форион с господином Солониным, разоблачителем советской действительности и так называемым борцом против украинского национализма. Тут эти два, казалось бы, на первый взгляд диаметрально противоположных персонажа поют абсолютно в унисон. И тот, и другая со своей стороны прославляют пана Василя Галасу. Форион рассказывает, какой он герой УПА, а Солонин, в свою очередь, в своем длинном цикле по, как он считает, разоблачению УПА и ОУН, как нацистских пособников, ссылается на Галасу, как на человека, разоблачившего зверства украинских националистов, с замечательной тяжелой судьбой и непростой биографией, которую, впрочем, упоминает и Форион. Между тем, еще в видео, где я разоблачал солонинские фейки, которые появились весной 22-го года, а впоследствии, не так давно, в Волынском цикле, я рассказал, показал и доказал, что Василь Галаса, несомненно, был агентом советской госбезопасности, завербованным, вполне возможно, еще до советско-германской войны, а уж в конце этой войны совершенно точно. И все его дальнейшие действия, в том числе статьи с так называемым разоблачением украинской повстанческой армии, как банды каких-то зверей, нелюдей, агентов иностранных держав и прочие подобные перлы, были ничем иным, как заданием спецслужб Советского Союза. При том, что сам Галаса, проживший еще достаточно долгую жизнь в эпоху перестройки и независимой Украины, никогда не опроверг этих своих заявлений. Вот такое трогательное единодушие в оценке деятельности агента МГБ между якобы щирой украинской националисткой и столь же щирым борцом против этого самого украинского национализма. Неудивительно, что тот и другая продолжают плодить самые разнообразные фейки, выглядящие очень красивыми божественными откровениями для собственных последователей и наносящими вред украинской независимости. Кстати, пару слов о последнем видео Солонина с предложениями, как вести борьбу путинским режимом. Я не буду комментировать бред относительно предложения всем уволиться с оборонных предприятий и всем уехать из страны, оставив одних чекистов, ровно как бредово невыполнимую задачу уничтожения Российской Федерации как центра мирового зла. Что, возможно, действительно было бы полезно для планеты, одновременно с исчезновением еще пары десятков стран возмутителей спокойствия. Но, разумеется, является абсолютным бредом. Хотя, возможно, действительно жить было бы гораздо комфортнее, если бы вся планета состояла только из Лихтенштейнов, Сингапуров и Гонконгов. Впрочем, идею тоталитарного уничтожения России Солонин осторожно взял из произведения Юрия Нестеренко, автора, на мой взгляд, абсолютно гениального стихотворения «Держава», которое я советовал бы изучать в школах, на уроках истории поклонникам Советского Союза, которое я выучил наизусть буквально со второго прочтения, впервые обнаружив его лет десять назад и даже еще не зная, что это сделала Нестеренко. Но, к сожалению, уже лет как несколько, на мой взгляд, он абсолютно потерял связь с реальностью, несмотря на продолжающиеся гневные спичи в адрес Кремля, Российской Федерации, советской власти, что я неоднократно наблюдал еще несколько лет назад на каналах небезызвестного Александра Сотника. Нет, я хочу прокомментировать тот момент, где Солонин предлагает всем уехать из страны и оставить одних чехистов, ставя в пример самого себя. Так вот, лично у меня нет никаких сомнений, что через некоторое время этот израильский гражданин, воспользовавшись предлагаемым с осени прошлого года Соединенными Штатами Америки безвизового режима для граждан Израиля, переедет в эти самые Соединенные Штаты. И о своем израильском гражданстве будет рассказывать уже оттуда, как и давать рекомендации о борьбе с кровавым режимом чехистов, захватившим страну с размытыми границами. Время от времени покидая Соединенные Штаты для того, чтобы не нарушать режима пребывания. Редактор субтитров А.Семкин